Когда мы говорим о видеофрагменте, мы не имеем в виду классический телевизионный монтаж, сюжетный, новостной, к которому мы привыкли. Мы говорим именно о видеофрагменте, который встраивается в другое повествование, например, в мультимедийный Лон Крит. В данном случае в этот Лон Крит Гардиана встроены видеофрагменты рассказа экспертов, рассказа специалистов. Буквально маленький эпизод, посмотрим. То есть, конечно же, на этом месте может быть полная рамка, это дизайнерский изыск, когда эксперт снят на белом фоне и кажется, что он прям встроен в эту страницу. Но в целом, конечно, можно просто на YouTube выкладывать фрагменты, видеофрагменты и затем в ваш Лон Крит вставлять это с ютубовской рамкой. Здесь никаких сложностей нет, это уже дизайнерский подход. Но смысл в том, что видеофрагмент не является сам по себе законченным произведением, он является элементом, скажем так, видеообзацем в вашем повествовании. То, что говорится или то, что показывается в этом видеофрагменте, конечно же, может быть представлено и в другом формате. Но автор, редактор решают, что именно этот элемент, именно этот кусочек видео, неважно, это может быть портрет, это может быть пейзаж, это может быть какая-то нарезка смысловая, это может быть демонстрация. Здесь неважно, чтобы это была обязательно, конечно, говорящая голова, просто пример такой взяла здесь для показа. Но смысл в том, что вы вырезаете прям действительно фрагмент реальности для того, чтобы встроить его в повествование. Если его выдрать из вашего лонгрида, сам по себе он имеет небольшой смысл, по крайней мере, точно не имеет законченного смысла. Иначе это будет не видеофрагмент, а будет видеоролик, это будет какой-то жанр, какой-то видеорепортаж, если вы снимаете, или видеоинтервью, которое вы снимаете. Фрагмент, почему так называется? Потому что он фрагментарный. Там есть фрагмент реальности, который вы встраиваете в свою историю.